Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский задумчиво смотрит на пакет проектов, представленных сегодня на рассмотрение депутатам. Шуткали на повестке дня 32 вопроса. Впрочем, все они были обсуждены на рабочих группах, и народные избранники имели возможность с ними ознакомиться. Действующих депутатов 30 присутствует у нас на заседании 28. Кворов у нас есть. Начинает работу. Четвертое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа объявляю открытым. В начале заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, связанных с преобразованием Ленинского района в городской округ. В частности, они утвердили формирование, правопреемственность и структуру администрации городского округа. При этом в пояснительной записке отмечается, что предложенная структура администрации позволит внедрить принцип одного окна при работе с гражданами и более эффективно решать вопросы жизнедеятельности муниципалитета. Структура – это не догма, и, как и договорились с депутатами, особенно в части территориального управления, территориальных отделов, которые будут где-то через месяц, через 2-3 придем для того, чтобы скорректировать, посмотреть, насколько это возможно сделать эффективно. Еще несколько вопросов, которые рассмотрели депутаты, касались увеличения единовременных выплат в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне труженикам тыла, вдовам участников Великой Отечественной и несовершеннолетним узникам концлагерей – с 3 до 5 тысяч рублей. А участники войны получат еще более значительную поддержку. Важнейшим решением сегодняшней повестки, заседания, стало принятие меры социальной поддержки в честь 75-летия Великой Победы. И таким образом у нас до уровня федеральных масштабов, я считаю, поднята планка выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Это также составляет 75 тысяч рублей у нас этих ветеранов. На сегодняшний день, дай бог им здоровья, 52 человека. И в том числе мы приняли с депутатами меры соцподдержки и выплаты для вдов ветеранов. Это и труженики тыла, и малолетние узники концлагерей. Все они по всем поселениям получат соответствующие выплаты и надбавки. Также в ходе заседания депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся хозяйственной деятельности муниципалитета. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.